Здравствуйте! На канале Фридом наше время обзор главных событий дня. Сегодня следует знать о таком. Президент Байден подписал принятый Сенатом США многомиллиардный пакет помощи Украине. Белый дом готов немедленно начать отправку вооружения и военной техники на поле боя, в чем в первую очередь нуждаются ВСУ. Мы начнем отправлять в Украину технику для ПВО, боеприпасы для артиллерии, для ракетных систем и бронетехники. Ракетный обстрел Харькова. Российская армия ударила пожилому комплексу. Есть разрушения и пострадавшие. Репортаж с места путинского теракта. Все летело в окна. Все летело. Окна, двери. Не знаю, как не зацепило. Чудом выжило. Германия и Великобритания планируют расширить совместные инвестиции в оборону Украины. О чем договорились Риши Сунак и Олаф Шольц в Берлине? Мы продолжим быть крупнейшим сторонником Украины в Европе. Энтони Блинкин прибыл в Шанхай для напряженных переговоров. США предупреждают Китай о последствиях военной поддержки России. На чем будет настаивать глава американской дипломатии? Президент США Джо Байден подписал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом американский лидер сообщил во время выступления в Белом доме. Таким образом, Соединенные Штаты начнут поставки оружия Украине. По словам Джо Байдена, Киеву передадут бронетехнику, а также боеприпасы для ПВО, артиллерии и ракетных систем. Буквально через несколько часов мы начинаем отправлять в Украину технику для ПВО, боеприпасы для артиллерии, для ракетных систем и бронетехники. Вы знаете, этот пакет – это инвестиция не только в безопасность Украины, но и в безопасность Европы, в нашу собственную безопасность. Мы отправляем в Украину технику из собственных запасов и заменим ее новой продукцией, произведенной американскими компаниями. Ракеты «Петриот» – производство «Аризоны», «Джавелины» – производство «Алабамы», артиллерийские снаряды – производство «Агайо», Пенсильвании и Техаса. Другими словами, мы помогаем Украине в то же время инвестируем в нашу собственную промышленную базу, укрепляя нашу собственную национальную безопасность, поддерживая рабочие места почти в 40 штатах Америки. И Соединенные Штаты действуют не в одиночку, а вместе с нашими союзниками в Европе и по всему миру. Напомню, Сенат США накануне согласовал выделение помощи Украине на 61 миллиард долларов. Его поддержали 79 сенаторов. Кроме этого, 26 миллиардов долларов выделено Израилю и более 8 Тайваню. Результат по данному голосованию – за 79, против 18. Предложение об одобрении поправки Палаты представителей к поправке Сената HR 815 принято. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за мощный пакет помощи для Украины и отметил, что такое необходимое вооружение, заложенное в нем, является крайне важным инструментом для скорейшего восстановления справедливого мира. Путь длиной полгода преодолели. Кто бы что ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся. Нуждаемся, чтобы в дальнейшем защищать жизнь от российских ударов. На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями на всех уровнях, чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое необходимо нашим воинам. От атакамсов и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для Хаймарсов до необходимой ПВО и техники. Я благодарен президенту Байдену и Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ногу Путина, не подчиняться ему и только так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем обеспечить это. Кроме этого, Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на полтора миллиарда евро. Как отметила глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен, это решение поможет понизить шансы Путину изменить будущее Европы. Она подчеркнула, что Россия сейчас представляет угрозу не только для Украины, но и для всего Евросоюза. Украина несет на своих плечах тяжелое бремя для всех нас и каждый день платит за это самую высокую цену. Мы видели разрушительные атаки на украинскую инфраструктуру и сложные дни на поле боя. Друзья мои, есть только один способ противостоять этому. Есть только один язык, который понимает Путин. И это язык войны. Поэтому необходимо предоставить Украине все возможные средства для самозащиты. Путин считал, что мы не встанем на защиту демократии и независимости Украины. Он ошибся. Путин полагал, что американская военная поддержка не пройдет через Конгресс США. Он снова ошибся. Военная помощь от Соединенных Штатов и наша помощь от Европейского Союза – это толчок для всех нас делать еще больше. Мы должны очень четко это понимать. Чтобы Европа вернула будущее, как это было 20 лет назад, Украина должна победить. Шестеро пострадавших, повреждены многоэтажные жилые дома, более 30 автомобилей, а еще кафе, магазины и офисы. В ночь на 24 апреля Россия снова ударила по Харькову. По предварительной информации, путинская армия атаковала город с территории Белгородской области двумя ракетами С-300. С утра на месте попаданий работали спасатели, следователи и другие профильные службы. Подробности удара в репортаже Натальи Белокудри. Удар российских оккупантов по одному из центральных районов Харькова пришелся на территорию жилого комплекса. Предварительно били двумя ракетами С-300, которые, попав в землю, образовали две глубокие воронки. Взрывной волной в ЖК выбило более 500 окон. Рядом на парковке посекло три десятка автомобилей. Очень сильно поврежден газопровод. В микрорайоне отключили газ. От удара пострадали шестеро человек. Они получили легкие травмы от разбитого стекла. Прозвучал взрыв. Прозвучал взрыв. Была сначала такая красная вспышка. Весь дом затрясся и посыпалось стекло. Мы выбежали в ванную комнату. И после этого был еще один взрыв. Все были в шоке. Все были в панике. Пытались выяснить, есть ли раненые. Но обошлось никого вообще. Паре человек оказали неотложную помощь. Наталья вместе с мужем живет на 20 этаже одного из поврежденных домов. В трехкомнатной квартире сейчас нет всех окон. Вылетели межкомнатные двери. После удара женщина до сих пор не может прийти в себя. Говорит, не смогла заставить себя заснуть. Остро отреагировала на взрывы. Я очень испугалась. Все на очах летели все. Я пока не могу. Очень испугалась, когда летело все. Я стояла в спальне. Все летело. Окна, двери. Не знаю, как не зацепила. Чудом выжила. Не знаю. Муж Натальи Ярослав говорит, с момента полномасштабного вторжения России не покидали город. Несмотря на пережитый шок, не собираются выезжать из Харькова. Временный приют семья найдет у друзей. Ждем, что будут делать с фасадом. И, видимо, где-то к друзьям будем переезжать пока. Что-то решается. Экстренные службы прибыли на место попадания российских ракет еще ночью. Контуры зданий закрывают коммунальщики. Параллельно аварийные бригады газовщиков работают над восстановлением системы. Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, россияне в последнее время хаотично бьют по центру города, уничтожая жилые дома и гражданские объекты. С целью посеять панику среди горожан. Когда я прибыл сюда ночью, то действительно, здесь были остатки ракет. Две ракеты С-300, которые попали возле жилых домов, многоэтажных жилых домов. Есть разрушение стекол, есть разрушение окон. Сейчас обследуем крыши. Был разрушен газопровод. Его нужно было отключить, потому что была утечка газа. Все то, что россияне творят сегодня с Харьковом, когда они беспощадно бьют по жилым домам, по жилым кварталам, это их цель, чтобы люди выезжали из Харькова. Но этого они никогда не сделают. Кроме Харькова, который российская армия обстреляла трижды в течение суток, оккупанты нанесли также ракетный удар по центру Золочева. Это Харьковская область. Там разрушено более десяти жилых домов. Российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одессе. В результате атаки пострадала женщина. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Кроме этого, в городе повреждены линии электропередачи около 30 жилых домов. В них выбиты окна, в некоторых обвалились перекрытия. В его груди буквально в миллиметре от сердца застрял осколок российского боеприпаса. История нашего следующего сюжета о подвиге львовских медиков, которые спасли украинского защитника от неминуемой смерти. Сейчас жизни Романа из Волыни ничего не угрожает, но впереди его ждет длительное восстановление. Какие этапы лечения он уже преодолел и каких результатов достиг? Роман Клиза до полномасштабной войны работал водителем за границей. Однако это не помешало ему вступить в ряды ВСУ в первый же день вторжения России в Украину. Служил в аэроразведке, но в декабре прошлого года получил тяжелое ранение. Пришел в себя Роман уже в киевской больнице. Защитник пробыл в коме 9 дней. В результате тяжелой минно-взрывной травмы у него был поврежден участок мозга. Но критичнее было то, что один из осколков снаряда попал в грудную клетку. Этот осколок остановился в миллиметре от смерти. Фактически от дуги аорты, части главной артерии кровеносной системы и трахеи. Угроза была, что пациент мог умереть от эрозивного кровотечения в считанные секунды. Львовские врачи вместе с киевскими коллегами из института Амосова провели обследование и составили план операции. Уже сформированный пролежень был. На фибозных тканях еще держалась дуга. Но как только мы удалили осколок, мы получили кровотечение. К этому мы были готовы и стабилизировали ситуацию. На данный момент его жизни со стороны магистральных сосудов ничего не угрожает. Сейчас Роман проходит реабилитацию. Из-за повреждения мозга у него была парализована левая рука. Нарушена координация. Его травма очень тяжелая, потому что нарушено очень много двигательных функций, а также когнитивных. Поэтому сама реабилитация займет минимум полгода. Роман очень хорошо настроен. Он казак из Волыни. Они все достаточно мотивированные мужчины. Он всегда рад приходить на занятия и заниматься вместе с физическим терапевтом. Романа ждет длительная реабилитация, а еще нейрохирургическая операция для восстановления дефекта черепа. Сейчас для него производятся индивидуальные титановые 3D-пластины. Больше всего мужчина мечтает восстановиться, чтобы встретить победу. И к другим важным темам. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после визита в Польшу прибыл в Германию. С военными почестями его встретил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в поддержке Украины и отметили, что в ближайшее время приоритетом для Лондона и Берлина будет передача Киеву средств ПВО, беспилотных систем, артиллерии и боеприпасов, а также обучение украинских военных. Мы продолжим быть крупнейшим сторонником Украины в Европе. Вместе с Великобританией мы продолжим оставаться двумя странами, которые делают больше всего, что важно для обороны. Я уже говорил о трех батареях Патриот, и это то, что необходимо немедленно. Возможно, мне удастся совместить это с надеждой, что и другие страны, также имеющие систему Патриот, теперь тоже посмотрят, смогут ли они обойтись без такой системы, несмотря на все собственные требования безопасности, потому что все они вместе могут изменить ситуацию и значительно усилить противовоздушную оборону Украины. Мы встречаемся в то время, когда на нашем континенте бушует война, а по всему миру растут новые угрозы. Сегодня Германия стала лидером в производстве вооружений, и я приветствую ваше историческое решение об увеличении расходов на оборону. Это сделали также Великобритания и другие страны Европы. Мы стоим здесь, как непоколебимые союзники по НАТО и два крупнейших европейских военных сторонника Украины, и вместе мы продолжим оказывать ей непоколебимую поддержку. И, как вы сказали, это будет продолжаться столько, сколько потребуется. Рекордный пакет британской военной помощи Украине обсудили во время телефонного разговора министра обороны США и Соединенного Королевства. Ллойд Остин и Гранд Шафс также говорили об инвестициях в оборонную промышленность, сообщает прислужба Пентагона. Напомню, Великобритания выделяет Украине новый, крупнейший в истории страны пакет помощи. В него войдут 400 автомобилей, в том числе бронированные машины «Хаски», 1600 ударных и противовоздушных ракет, среди которых «Штормшэдоу», 60 лодок и 4 миллиона патронов. Швеция и Финляндия, как новые члены НАТО, должны играть важную роль в поддержании мира, но при этом готовиться к потенциальной войне. Об этом заявил президент Финляндии Александр Ступ во время визита в Стокгольм. Напомню, две страны отказались от политики внеблоковости после полномасштабного вторжения России в Украину. «Лучший способ избежать войны, меньше говорить и больше готовиться. Финляндия и Швеция должны сыграть важную роль в укреплении мира. Именно поэтому, хотя это звучит и парадоксально, мы хотим иметь сильные вооруженные силы, и поэтому мы вступили в НАТО. Невозможно переоценить важность того, что мы смогли сделать этот шаг вместе. Также невозможно переоценить значение того, что мы день и ночь информировали друг друга на всех уровнях. Ситуация была критической, и мы действовали соответственно». Александр Ступ, президент Финляндии, в интервью «Евроктив». В России рекордное количество дел о дезертирстве. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой смотрите далее в сводке Генерального штаба ВСУ. Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ отбили очередную атаку российских оккупантов, сообщает вечерняя сводка Генштаб Вооруженных сил Украины. На Лиманском направлении украинские войска успешно отразили атаки россиян в районе Невского Луганской области. Противник также пытался совершать наступательное действие в районах Клещевки, Ивановского, Очеретина, Бердичей и Нитайлова Донецкой области. Россияне используют тактику бонзай-атак и отправляют в местные штурмы все новые партии. Часов Яры – это лишь один из участков, где происходит рассоченные боевые столкновения. И на иных участках фронта также весьма-весьма непросто. Всего за сутки на передовой произошло 84 боевых столкновения. Так, на южном направлении украинские защитники уничтожили очередной российский ЗРК «БУК» и две системы реактивно-залпового огня «ГРАД». А СБУ показали, как киберспециалисты службы безопасности оставляют российских оккупантов без комплексов наблюдений и средств РЭП. С помощью дронов «Камикадзе» киберспециалисты СБУ регулярно уничтожают комплексы видеотепловизионного и технического наблюдения «Муром», «Гренадер» и «Пергам». Окупанты используют их для выявления украинских защитников и корректировки артиллерийских ударов. Кроме того, киберспециалисты уничтожают средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления связи, а также другую вражескую технику и сообщения СБУ в Телеграм. Тем временем в России фиксируют рекордное количество дел о дезертирстве. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. В марте 2024 года российские военные суды привлекли к ответственности за дезертирство рекордное количество военнослужащих России – 684 человека. Общее количество случаев с момента частичной мобилизации в сентябре 2022 года составляет 7400. Причем больше всего таких дел приходится на Московскую область – 496. Многие из солдат, которых разыскали и доставили в военные суды, получили условные сроки и вернулись в свои части и на фронт. В то же время количество просьб об убежище в западных странах от граждан России, уклоняющихся от военной службы, достигло рекордного уровня. Министерство обороны Великобритании в соцсети «Х». Общие же потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже составили почти 462 тысячи человек. За сутки были уничтожены 880 военных, 12 боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы и десятки единиц другой техники россиян. Коалиции дронов, которую возглавляет Латвия, уже удалось собрать почти 500 миллионов евро. Их потратят на беспилотники для Украины. Как сообщил латвийский министр обороны Андрис Пруц, Дания и Нидерланды объявили о совместной закупке БПЛА на 400 миллионов евро. На сегодня это самый большой вклад. Также на покупку беспилотников для Украины 70 миллионов евро выделила Канада. Литва передала 3 миллиона, а Латвия около 10. Министр обороны отметил, что это только начало, ведь сейчас активно продолжаются переговоры с другими странами коалиции дронов. Отныне Рамштайн будет работать по-новому. Формат предоставления помощи Киеву планируют усовершенствовать. Как сообщают Министерства обороны Украины, теперь союзники будут помогать не каждый по отдельности, а вступать в конкретную коалицию, в которой смогут больше себя проявить. Отмечу, что с прошлого года было создано 8 союзов авиационных возможностей, противовоздушной и противоракетной обороны, коалиции дронов и другие. Среди союзников десятки стран НАТО, которым могут присоединиться Япония и Австралия. В оборонном ведомстве отметили, что для продвижения таких инициатив специально создали Офис поддержки коалиций. Задачей Офиса поддержки является обеспечение координации и планирование работы в рамках коалиции возможностей, обеспечение взаимодействия между коалициями, а также анализ состояния коммуникации со странами-партнерами. И сообщение на сайте Министерства обороны Украины. Россию снова атаковали дроны. На этот раз беспилотники ударили по двум нефтебазам Смоленской области в городе Ярцево и селе Раздорово. На объектах хранилось 26 тысяч кубометров топлива, в том числе и для армии. После мощных взрывов на нефтебазах вспыхнул масштабный пожар и началась эвакуация персонала, сообщает Радио Свобода. Также неизвестные беспилотники атаковали НПЗ в Воронеже и Липецкий тракторный завод, который, среди прочего, делает шасси для военной техники. Губернатор сообщил о том, что дрон был сбит, хотя местные телеграм-каналы пишут о взрывах в промышленной зоне Липецка. Степень повреждения предприятия пока неизвестна. Госсекретарь США Энтони Блинкин прибыл с трехдневным визитом в Китай. Сегодня у него запланированы встречи с руководителями американских компаний в Шанхае. После чего американский дипломат отправится в Пекин на переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, а также министром иностранных дел Ван И. Госсекретарь США будет настаивать на том, чтобы Китай прекратил поддержку России в восстановлении оборонно-промышленной базы в обход западных санкций, введенных против вторжения после вторжения в Украину. Китайский экспорт автомобилей, оборудования и механизмов в Россию в этом году сократился на 15%. Такие данные статистики Главного таможенного управления КНР. Существенное падение началось в марте, когда поставки китайской продукции в РФ уменьшились сразу на четверть. Причем, как отмечают эксперты, сокращение коснулось товаров, которые наиболее чувствительны с точки зрения вторичных санкций. Детали в сюжете Ларисы Зубенко. Еще в декабре прошлого года в Вашингтоне заявили о том, что США будет накладывать вторичные санкции на банки и другие финансовые организации, которые помогают России заключать сделки по закупке оборудования для военно-промышленного комплекса. Убедить Пекин прекратить работу с агрессором – одна из целей визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкина. В ведомстве заявляют, сближением Москвы и Пекина обеспокоены не только американские, но и европейские политики. Если вы видели беседы, которые госсекретарь вел за последние несколько недель, сначала в Брюсселе, где встретился с министрами иностранных дел стран НАТО, затем на встрече с министрами иностранных дел стран G7, то вы обратили внимание на ту озабоченность, которую разделяют наши союзники и партнеры, а также наше общее убеждение в том, что Китай не может заявлять, с одной стороны, что он привержен европейской безопасности, а с другой стороны продолжать подпитывать самую большую угрозу для Европы со времен окончания холодной войны. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет о том, что США разрабатывают санкции, которые изолируют ряд китайских банков от мировой финансовой системы. По словам американских чиновников, Китай стал главным поставщиком электросхем, деталей для самолетов и станков в Федерацию. При этом некоторые банки Поднебесной выступают посредниками в серых схемах поставок для российской ВПК. При этом агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников пишет, что в 2023 году 90% российского импорта микроэлектроники составили товары из Китая. Когда дело доходит до российской оборонно-промышленной базы, основной вклад в нее на данный момент вносит КНР. Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу, деградации которой способствовали санкции и экспортный контроль. КНР поставляет России значительные объемы станков, микроэлектроники, оптики, БПЛА и технологии кроватых ракет, а также нитроцеллюлозы, которую Россия использует для производства топлива. Мы считаем, что эти материалы помогают оживить российскую оборонно-промышленную базу, которая в противном случае потерпела бы значительные неудачи из-за санкций и экспортного контроля со стороны Соединенных Штатов, а также наших партнеров и союзников. Китай же обвинения в сотрудничестве с Федерацией в военной сфере отвергает. Отношения с Москвой и Пекиной давние и не прекратились даже после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако поставки товаров двойного назначения, как заверяют в Министерстве иностранных дел КНР, регулируют. Мы всегда контролировали экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом. Никто не должен очернять или нападать на нормальные межгосударственные отношения между Китаем и Россией и наносить ущерб законным правам и интересам Китая и китайских предприятий. Китай примет решительные меры для защиты своих законных прав и интересов. До введения масштабных санкций в отношении китайской банковской системы Вашингтон надеется на урегулирование ситуации путем дипломатических усилий. В случае, если Пекин не сменит риторику, готовы, цитирую, предпринять собственные действия, заявили в госдепартаменте США. Ужесточение контроля с завозом в Литву зерна из России и Беларуси почти остановило его импорт. Об этом заявила директор государственной продовольственно-ветеринарной службы страны. По ее словам, после 18 марта импорт российского и белорусского зерна в Литву сократился на 95%. Напомню, Вильнюс стал проверять каждый вагон и грузовик сельхозпродукцией, чтобы установить происхождение зерна. Россия хочет сорвать глобальный саммит мира и даже имеет конкретный план. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями государств, партнеров и международных организаций, а также дипломатами. Украинский лидер отметил, что сегодня все заинтересованы в том, чтобы заставить Россию прийти к миру и уважать международный порядок. А глобальный саммит, который пройдет в Швейцарии в середине июня, будет этому способствовать. Формула мира должна сработать для всех. Я прошу всех вас помочь, чтобы мир действительно был в единстве на саммите Швейцарии. У нас есть точная информация от разведки, конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но и есть конкретный план, как это сделать. Как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок, о планах России, конкретных планах, конкретных пунктах. Мы вместе должны этому противодействовать, должны работать в единстве ради справедливого мира. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опроверг переговоры с российской уполномоченной по правам детей Марьей Львовой-Беловой. Он подчеркнул, что Украина только при содействии партнеров, в частности Катара, возвращает детей похищенных России. Напомню, Мария Львова-Белова, которой Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест, заявила о якобы прямых переговорах с украинской стороной. Я нахожусь в Катаре. Встретился с государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хаттеру. Именно при содействии Катара Украина и вернула украинских детей. В настоящее время в Катаре находится группа детей, которые вместе с родителями проходят психологическую реабилитацию. Украина продолжает возвращать детей, но только при содействии партнеров. Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул, что в России все еще остаются тысячи принудительно депортированных украинских детей. И нужно сделать все, чтобы вернуть домой каждого ребенка. Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в этом вопросе. Сытый боец, мотивированный боец. Волонтеры из Румынии совместно с украинскими коллегами готовят горячие обеды для ВСУ. Вкусными блюдами угощают вблизи линии фронта. За один день кухня может накормить около полутора тысяч военнослужащих. Что в меню, узнавала Анастасия Волкова. Сегодня в меню волонтерской кухни закарпатский бограчи его варят для украинских военнослужащих, защищающих свою землю вблизи Часовояра. Готовит горячее блюдо команда волонтеров под началом пастыря из Румынии. Он лично приехал в Украину, чтобы помочь украинцам защищаться от путинских оккупантов. «Я представляю организацию «Один шаг к спасению». И когда в Украине началась война, мы подумали, чем мы можем быть полезны, чем помочь людям в Украине. Мы десятки, может, и сто раз посещали эту страну, приносили помощь людям. Но потом мы заметили, что и солдаты нуждаются в поднятии морального духа, потому что духовно они нуждаются в помощи. И вместе с церквями, с которыми мы сотрудничаем, подумали, чем мы можем помочь солдатам. Так что мы вместе с церквями из Украины придумали этот проект». Автобус, топливо, кухонные принадлежности и продукты были куплены на пожертвования прихожан. А в день команда обеспечивает около полутора тысяч порций свежей еды. Кроме горячей пищи, военнослужащие получают здесь и духовную помощь, общаясь с капелланами. «Для нас это очень большая радость – послужить солдатам. Мы понимаем, что обеда им хватает на пару часов, но мы верим, что наши молитвы дадут им силы, чтобы они смогли пережить эту войну». Флорин родился в Румынии, но уже 23 года живёт в Испании. Серба нас знает с детства. И когда услышал, что мужчина собирается в Украину, попросился к нему в команду, чтобы тоже помогать украинцам защищать свою землю. «Мы молимся за солдат, за их семьи, и многие из них говорят нам спасибо. Я очень хочу приехать сюда ещё, чтобы быть рядом с солдатами». Павел родом из Черновицкой области и до полномасштабного вторжения России в Украину. Мужчина 15 раз был в Донецкой и Луганской областях с гуманитарными миссиями. «Как началась война, мы почти год в нашей церкви, где мы служим, имели переселенцев. 50-45 людей, которые были с севера Донецка, с Попасной, с Бахмута, с Николаева. И потом в декабре месяце 24-го года мы уже начали сюда ехать на восток, помочь людям. И с того времени у меня 23-й раз я сюда приехал». Бесплатный обед для украинских защитников состоит из нескольких блюд. Это суп, каша, чай либо кофе и сладкое. Желающих хватает, некоторые едят сразу на месте, другие набирают порции себе и по-братимам на позиции. «Помощь всегда полезна, какая бы она ни была. Особенно, когда помощь идёт от соседей, которые вообще не из Украины. Это вообще вдохновляет очень сильно. Я, когда ехал сюда к парням на передовую в часа в ярту, увидел их и назад ехал, увидел. Как они к себе подзывают, поговорили, обменялись телефонами. Очень вкусно, инициатива очень хорошая». Буграч очень вкусный и пловотменный. За недельный визит в Донецкую область волонтёры планируют накормить как можно больше военнослужащих у линии фронта. Потом они вернутся домой для восстановления сил и сбора средств на новую поездку. Постоянно обновляем подборку важных интервью и публикуем мнения экспертов. Сканируйте код на экране, переходите по ссылке и обязательно подписывайтесь. На этом у меня всё. Я передаю слово своим коллегам Денису Пахиле и Каролине Король, которые уже готовы продолжить информационно-аналитический марафон. Оставайтесь с видом и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok